МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изношенная дорожная инфраструктура России признана одним из главных препятствий в повышении конкурентоспособности страны на внешнем рынке. Ученые мужа и практики доказывают необходимость отказа от модели финансирования автомобильных дорог по остаточному принципу. Инвестиции в развитие дорог должны стать мощным инструментом социального и экономического развития регионов, а значит, и страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пресловутое качество отечественной автодорожной инфраструктуры – дорогое бездорожье. Подсчитано, что себестоимость автомобильных перевозок в России превышает аналогичные показатели развитых зарубежных стран в полтора раза, а расход горючего выше в среднем на 30%. На наших территориях, где среднее расстояние перевозки грузов в 2-3 раза выше, чем в большинстве других стран, – это губительно для экономики. Для экономики Ульяновской области небогатой природными ресурсами чревато вдвойне. Потому курс на дифферсификацию отрасли, переходу на инновационный путь развития был взят в далеком 2005-м. Область занимала пятое место в ПФО по количеству дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них провоцировало состояние дорожного полотна. Зимой эта цифра росла. В сельских районах банально не хватало техники. А там, где она все же была, в наличии – горюче-смолочных материалов. Фактор массовой автомобилизации не может и не должен быть обоснованием неизбежности аварий и их трагических последствий. Наоборот, мы должны добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП. Напомню, что за прошедшие десятилетия в результате таких происшествий получили ранения более трех миллионов человек. Погибло при этом, обращаю ваше внимание на эту ужасную цифру, за десятилетия – 350 тысяч человек. Отметим поэтапность работ. Цели – развитие региона амбициозные, шаги – постепенные. Областной бюджет выделил 300 миллионов только на центральные, наиболее загруженные улицы. Муниципальная трехлетняя программа обновления до 2012 года предусматривала выделение в совокупности более миллиарда рублей. Если ранее федеральные деньги выделялись на строительство и реконструкции, то с этого года они будут выделяться и на ремонт. То есть это нам позволит часть денег отдать муниципалитету для того, чтобы решить текущие проблемы, а не строить новые дороги. Подсчитывать экономические потери регион уже не хотел. Основные магистрали в режиме перегрузки ежегодно несли издержки, которые, в свою очередь, всегда входят в стоимость товаров и услуг. Только это означает ухудшение уровня жизни населения. Ну а далее по цепочке – снижение конкурентоспособности отраслей экономики и сокращение доходов. Все усилия сводил на нет разрыв между потребностями и фактическим содержанием дорог. Наибольший дефицит финансирования ударял именно по региональной дорожной сети. Выход Ульяновской области стало искать в поиске инвесторов. Комплексный выход. Сергей Халтобин, директор департамента автомобильных дорог Ульяновской области, прямо заявлял. Бизнес не придет туда, где нет дорог. Регион не получит должного развития в условиях отсутствия современной инфраструктуры. Если говорить конкретно о Ульяновской области, то сегодня, можно сказать, мы имеем в большей степени удовлетворительные дороги. Владимир Трибунский, заслуженный строитель РСФСР, почетный дорожник России, не сдерживал эмоций. Из-за увеличения автомобильной нагрузки полотно быстрее приходит в негодность. Из года в год растут площади разрушений, накапливается так называемый недоремонт. Это еще больше усугубляет ситуацию. Генеральный директор Ульяновской автодора Владимир Цицулин смотрел в будущее с осторожным оптимизмом. Думаю, развитие дорожной отрасли будет. 2009 год, кризис, мы 4 месяца смотрели с ужасом. Что делать? Год заканчивается, есть падение, но не такое значительное. Пережили. Будем работать дальше, приобретать технику. Дороги всегда нужны. Регионам, транспортная инфраструктура, промышленным предприятиям, подъездные пути, народу, улице. Так что работы хватит. За следующие 5 лет кардинальные изменения в Ульяновской дорожке переходят в качество программ, их исполнения. Если в 2010 году работы в отрасли держались исключительно на вливаниях из федерального бюджета, то уже в 2016-м из 4 миллиардов, потраченных на безопасность и качество региональных автомобильных путей, 3,5 взял на себя областной бюджет. Софинансирование из центра едва превысило 500 миллионов. Верный экономический расчет за 10 лет позволил тратить на дороги сумму в 20 раз больше, чем в 2005-м. В первых подъездных путей не было, все было разбито с этого торца и с второго торца, там сделан качественный асфальт. Подъездные пути. Люди очень благодарны. И водители, и все собственники. Тротуары шикарные. Мосты. Эти конструкции являются жизненно важной частью не только районной, но и региональной, даже федеральной транспортной инфраструктуры. Представители отрасли о проблемах в своей сфере начали говорить еще в 2000-х. Однако решить их до сих пор не удалось. Мостов не хватает. Росстат посчитал с 2005 по 2015 год динамика строительства мостов, тоннелей, подземных дорог снизилась с 12,8% до почти 9% от общего объема дорожного строительства. Для 600-тысячного Ульяновска в 2009 году введение в эксплуатацию нового президентского моста стало вопросом чести. Шли годы, но и в 2015-м городу все еще не хватало переправ через Тужас и Ягод. А для многих поселков один единственный мост по-прежнему остается буквально дорогой жизни. Это наша жизнь. У нас отсюда с другой стороны нигде не проедешь. Мы как на острове. По полям дождь не проедет, ни одна машина не проедет. Три месяца придется потерпеть, быстрее тут не сделайте. Да мы больше можем терпеть. Самое главное было бы сделано. Нет, нет, побольше не надо. Вот у нас есть ответственный министр, глава. Они говорят, что три месяца мост будет сделан. Поэтому 15 июля я сюда приезжаю, мы с вами собираемся и разъезжаем ленточки на открытие нового моста. Мало кто знает, что в Ульяновской области разработана стратегия развития транспортного комплекса до 2030 года. Главная идея – позиционирование Ульяновска как важного транспортного узла европейской части России. Место, где сходятся воздушные, железнодорожные и речные пути. Стратегия предусматривает рост трафика грузов по воде в два раза от нынешнего, пассажиров на 48%. Воздушные ворота Восточного начнут принимать в полтора раза больше грузов. Аэропорт имени Карамзина почти в три с половиной раза больше пассажиров. Причем львиные доли этого прироста – туристы, плюс 194% от показателя 2018 года. В области активно строится левобережная развязка президентского моста. В планах – запуск второй очереди мостового перехода. Обновляется общественный транспорт. Не так быстро, как хотелось бы горожанам, и не так системно, как рапортуют чиновники, но изменения заметны. Мы, представители общественной, проверяем ход выполнения работ, регламент выполнения работ и как культура выполнения работ производится. В 2019 году регион включился в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приоритеты – ремонт существующих и строительство новых дорог. Внимание – дорожной инфраструктуре. Трех миллиардов рублей, запланированных в 2020-м, должно было хватить на 129,5 километров дорог, в том числе и в пределах Ульяновска. Сдали в строй – 150. Взятые темпы и качества убедили федеральное правительство дополнительно направить в область 340 миллионов. В итоге к растущим с каждым годом требованиям по нормативному состоянию удалось привести почти половину всех автодорог региона и более чем на 70% дорог в пределах Ульяновской агломерации. Работы еще много. Только в 2021 году в Ульяновской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» построят, реконструируют и отремонтируют 158 километров на 61-м дорожном участке. В строительный сезон на территории работают 20 асфальтобетонных заводов. Цель – довести долю автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 48%. Аналогичный показатель по отношению к дорожной сети городских агломераций должен достичь 77%. Российский дорожный научно-исследовательский институт – партнер Ульяновской области в нацпроекте. Технологии идут вперед. Региону нужны лучшие практики. Все это работает на местную экономику. Будем строить дороги, наводить мосты, оглядываясь назад лишь для того, чтобы убедиться. 73-й регион работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова